так сказал а я не сказал б откуда моя уверенность что деревья обладают штампами разными разными имеется ввиду разные высоты штамп вот мне для этого пришлось изучить столько сколько хватило сил у меня хватило сил а брать в интернете то чего не было никогда не у тебя разве возможности я так открыл несколько законов природы это каждый раз новый разговор а я заканчиваю протемирязев и прочее я изучил порядка 450 фотографий я набирал носит одинокие деревья вот из них выбирал фотографии где некошенная трава везде всюду закономерность 1 это уже должен лектор в этих хотя бы университетах если не в школах говорить это уже закон природы ну вот пусть будет ладно постулат один еще не из денисданных постулатов железу течение миллионов лет высота штампа определялась закреплялась и переходила в генную память в зависимости от высоты травы на конкретной местности там где трава была 20 сантиметров высота штампа 20 сантиметров вот я не делю на плодовые деревья они появились раньше нас плодовые деревья поэтому речь идет и о плодовых деревьях и один коросах без разницы для бога не было разницы тем более вспомните дихоросы я вам писяные вишни вот пусть мы их не едим но они все равно есть везде всюду природе все определялось высотой травы про кустарники отдельно разговор там еще дополнительные были эти условия нужно что кустарник появился а здесь я говорю про дихоросы про культурные нет они культурные они еще раз природа их не деревья назовем их плодовые деревья пусть не съедобные не съедобные неважно вот высотой травы везде и всюду и тогда только до меня дошло что там где а вот везде и всюду фотографии были до горизонта одно мощное единственное дерево дикая природа и штамп от уровня травы то есть косточка и там была семечка и была тысячи миллион и миллиарды трава не там темно там не это нет возможности простить и или простали или не простали или погибали потому что в тени особо не это здоровье не получишь но наконец какое-то пробилось пробилось в виде былинки вот так вот она попала и только там где появился солнце началась развилка второе дерево третий дерево а миллионы лет пусть их было даже одно на гектар пусть одно на гектар пусть одно на 100 гектар но она все равно давала семена и где-то на другом гектаре опять пусть одно пробилось но в сумме постепенно закреплялась возможность появление деревьев с определенным скелетом где высота штампа определялась высотой травы через которую она пробивалась и вдруг яблони груши абрикосы слева персики черешни вишни все должны иметь от 60 до 90 сантиметров там где вообще в саду уже травы нету где уже все почвы перекопано насмерть где нет ни червей не не этих не этих самых корни и завечены лопаты одна радость мышей нет вот ничего нет ни защитников сада ни моровьев 4 все уничтожены все плавной дороге уничтожены нет 90 60 90 сантиметров а как без эмоций об этом говорить не иметь ни малейшего понятия а сейчас такие возможности открылись пожалуйста набираешь 4 миллиона фотографий до жизни не хватит все посмотреть но наверно 500 фотографий хватило чтобы сделать выводы все поехали теперь ребята поехали так сергей саранского вас всем здравствовать голяков здравствуйте вопрос валерию константиновичу начали распускаться макушки жимолости признаком холодной или теплой зимы это признак является это не холодная не теплая а вот данном случае это конкретно вот дело в том что иногда и лето да это короткое лето все равно делится на части например очень ранняя весна все прекрасно развивается в середине лета бах или похолодание или другая напасть например это бывает или похолодание или засуха потом бах это чуть ли не до нуля температура вспомните там допустим бывали сентябрьские не только засухи но и эти самые заморозки например вот где-то по севернее а там могло быть даже и как в августе заморозки только она успокоилась ну все ура будем готовиться к зиме устали уже плоды дали все нормально у меня там есть такие фотографии целая подборка бах по пять решили что весна и начинает распускаться вот как у вас макушки жимолости это не говорится зима будет теплая это конкретное время так получилось я также напоролся такая же история бывала семенами в августе ночью помните сорта сразу это знаменитая фраза изо рта сразу в землю посадили вот и сидите месяц-два вот уже зима вот тебе холодина потом бах дожди 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 а потом раз потепление она думает что весна нет она проснется в ноябре в октябре в ноябре проснется естественно за зиму потом замерзнет раскрытая скорлупа это все это смерть и весна не взошла саженцы плохие нет кости может кто-то за всю жизнь один человек не обвинил в том что у меня неправильные кости вот один единственный за всю жизнь но такое может быть при только потому что а посадишь попозже по хорошему бы да хорошо бы весь цикл но этот цикл такой хитрый странно когда у меня сейчас с густотой сплошь десятками тысяч костик усеем весь сад абрикосов я вам показывал это же не шутки я специально не подсыпал я просто ходил и показывал вот их невероятно невидимое количество обзойдут единицы а что ты будешь делать почему они лежат ничем не прикрыты вот даже сейчас собери уже половина будет негодных хотя вторую половину лучше бы приехали бы из москвы с академии прислали сюда отряд студентов ну чек 50 они бы могли все это собрать то есть почти полностью прощупали рукой всю землю пальцами буквально вот все собрать и это самое значит и увезти в москву чтобы начать по-новому все садоваться россии но этого не случилось и не случится а так они сюда не будут портиться и весами зайдут единицы вот поэтому сама осенние вот это вот перепады они что до косточек что для деревьев они настолько опасны у нее такое было один раз вообще через все распустились а потом мороз и все они вдруг распустились было очень тепло они решили что весна игорь любопытно а что любопытно данила добрый вечер бакан брат здравствуйте с праздником или октября но мы с тобой старые большевики что там говорить так что мы уж точно друг друга обязаны поздравить юра полите на добрый вечер галю на добрый вечер сергей с праздником альбина добрый вечер а бакан с праздником великой революции валерий качельчик как защитить короте салон зайцев на всякий случай может обвязать лапником сосны так если обматывать стволы ничем нельзя чужие за можно а через лапник кора дышать будет думаю наверное можно будет хорошо дерево носит лаптиком это обычно делают так и от зайцев и от мышей считается лапой помогает вот стекло ткань ну вот понимаете зайцы очень высоко залазит сейчас показать вам зайца сейчас помню где он у меня который грызет ладно не буду сейчас отвлекаться я хочу сказать что зайц становится на задние лапы и он становится длинный длинный длиннее метр вот поэтому если обвязывать а я не в фотографии показывал стекло ткань вот но дело в том что заяц стал не будешь сам штаб грызть вот он грызет эти ветки боковые а уж каждую боковую ветку не обмотаешь тогда есть еще вариант мой вариант был и я говорю как есть можете звонить в это защиту этих животных есть такая организация вот мне они съели первые же посажены овечные вишни вот я старый охотник там было несколько дыр заборе я на каждую повесил нехромовую петлю привез сейчас на искать эти петли думаю мало ли жизнь заставит и назначательно перейдем вот когда утром пришел на годовой день я на заводе работала деревне 30 километров когда приехал я смотрю петель нет зайцев нет все в это самое в этих как это называется все в пуху вот кто-то из местных успел снять для меня все в четырех и больше заставить ко мне не приходили вот если вы этот негуманный способ может быть он вам поможет первый снег сразу прокладываю тропы и пока первый снег они ловятся с точностью до одного другие способы делайте нормальный забор тогда они не полезут так бухтияров все придется казахстан а сергей александрович здравствуйте телек темного лекарствую спасибо за книгу все понравилось да спасибо говорите спасибо я тоже поздравляю как рассказал шахмазаров уничтожен советский памятник так да шахмазаров тоже старый волк я имею ввиду старый большевик так его кто всем доброго вечера сергей саратовская область чтобы защитить саженцы один способ вокруг деревьев холи на них намотать ветош в куске ткани политик лак мастик в общем то довольно сложновато но если вы куда купите лак мастику вот или придумайте какую-то другую вонючую вещь например дёготь может так дешевле будет для вас или купите у нашего друга из селябинского долматого делайте хороший способ и до сего здоровья сергей саратов супер рожай они должны быть радостью тому что есть совершенно верно сергей умнейшие слова урожай это когда здоровое дерево ежегодно и не очень много ежегодно и не очень много правильно иногда отлично постулат как добиться чтобы вырастить здоровое дерево так вот это не постулат вопрос так андрей от мышей обкладываю саженцы яблонь нарезанными ветками шиповника и обвязываю веревкой вот вам еще один способ сергей никаких обработок химии хорошие стихи вырезки в ваших вебинарах так астрахань и виноград зимой до минус сорок и ой а волгоград до минус сорока как не верится без снега и вот вам и вот а вот вам и юг ух ты ё-моё волгограде но я один раз слышал там один раз минус 53 на уровне на уровне на уровне почвы было возле великого новгорода это было это точно вот так что расслабляться нельзя но если человек с астрахань перевезет косточки а как он собрался скрестить их он же написал именно косточки перевезет или выпишет или ему пришлют друзья ну косточки начинать с них заниматься с этим селекцией ой 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 отчаянный человек но нам такие нужны и